Здравствуйте, дамы и господа! Ваше внимание предлагается наш ежедневный обзор к открытию американской торговой сессии. Итак, сегодня ситуация на мировых финансовых рынках довольно спокойная. Рынки ждут данных из Соединенных Штатов, которые буквально с минуты на минуту выйдут. В первую очередь, это, конечно же, данные по валовому внутреннему продукту. Предполагается по консенсус прогнозу, что ВВП может выйти на уровне 2,9% годовых. Но как оно будет, мы с вами увидим. Ну а сейчас мне хочется остановиться на тех новостях, которые сегодня вышли в европейскую торговую сессию и способствовали некоторому укреплению единой европейской валюты. А именно, сегодня стало известно, что Китай готов приобрести португальские облигации на сумму 4-5 миллиардов евро. Это, собственно, несколько успокоило инвесторов, но, опять же, вряд ли могло развеять те опасения, которые по-прежнему давлеют над европейскими долговыми бумагами, но и в целом над европейским финансовым рынком. Тут, конечно же, проблемы состоят в том, что, во-первых, уже не одна Греция страдает от этого долгового кризиса, а к ней присоединились Ирландия, Португалия и, возможно, даже Испания. Дело в том, что в последнее время основным покупателем, или, можно даже сказать, практически одним покупателем государственных облигаций еврозоны был Европейский Центральный Банк. Но так на самом деле долго продолжаться не может. И, конечно же, если ситуация в корне не изменится, если Евросоюзу не удастся как-то оперативно и по-настоящему отреагировать, изменить ситуацию в еврозоне, то мы увидим, конечно же, такое отношение инвесторов к европейским долговым бумагам. А именно, они будут их игнорируют. Они будут уходить, вполне вероятно, в американские или в какие-то другие финансовые активы. Но давайте теперь мы обратим внимание на то, как у нас обстоят дела на европейской торговой сессии. Сегодня у нас практически предпоследний предпраздничный день. Сегодня рынки достаточно вяло себя ведут. Во-первых, они ожидают, напоминают данных статистики из Соединенных Штатов. Но и с другой стороны, рынки все-таки еще весьма сильно озабочены, опять же повторяю, европейскими проблемами. Итак, к настоящему моменту диспозиция на европейских фондовых площадках состоит таким образом. Индекс Dow Jones Stocks 50 к настоящему моменту снижается на 0,11%. В то же время, сводный индекс европейских акций Dow Jones Stocks 600 растет на 0,17%. Британский FTSE 100 прибавляет 0,37%. DAX 30 находится на уровне вчерашнего закрытия. Французский КЭК-40 снижается на 0,1%. Что касается рынка сырья, то нефтяные фьючерсы у нас сегодня подрастают. Но опять же, этот рост находится в таком своеобразном диапазоне. Можно говорить о том, что нефть продолжает консолидацию. Хотя и потихонечку растет к своим новым максимальным значениям этого года. Итак, нефть марки Brent к настоящему моменту подрастает на 0,47%. Находится на уровне 93,64 долларов за 1 баррель. WTI, американская марка нефти, растет на 0,36%. Находится на уровне чуть выше 90 долларов за 1 баррель. На товарном рынке ситуация у нас в корне не изменилась. Контракт на медь снижается на 0,3%. Фьючерс на золото теряет символически 0,01%. И находится на уровне 1388 долларов за 1 унцию. Серебро также теряет 0,2% и практически стоит на месте 29 долларов и 34 центов за 1 унцию. Итак, что касается статистики. Буквально совсем недавно вышла статистика по Соединенным Штатам. Предполагалось, что ВВП на конец года выйдет на уровне 2,9% годовых. Но реальным он оказался на уровне 2,4%. Причем за третий квартал был пересмотрен до 2,6% годовых. Но все равно, конечно, несмотря на то, что ожидания не оправдались, но в целом рост ВВП в Соединенных Штатах хоть и медленно, но происходит. Это, конечно же, является положительным моментом для американской экономики. Итак, что можно ожидать от открытия американской торговой сессии? Итак, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 к настоящему моменту находится в нейтральной зоне. Точнее говоря, на уровне вчерашнего закрытия. Ну, исходя из этого, можно предположить, что Штаты сегодня откроются нейтрально и будут уже реагировать на результаты той статистики, которая в данную минуту выходит. Так, из статистики, которая у нас еще сегодня может быть. Это в 18.00 выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости. Также мы ожидаем данные по запасам сырой нефти. Но это, конечно же, интересно для тех, кто торгует на рынке сырья. Итак, данные по продажам на рынке жилья выйдут в 18.00, а запасы по нефти, нефтепродуктам в 18.30. На валютном рынке Форекс продолжается довольно-таки вялое движение. В преддверии выхода данных по ВВП и Соединенных Штатов американский доллар резко вырос против единой европейской валюты. Но затем, через некоторое время, собственно, весь этот рост практически нивелировался. Но, опять же, несмотря на это, несмотря на такую довольно-таки большую волатильность, мы считаем, что в результате больших и серьезных проблем в еврозоне единая европейская валюта до конца года точно, а вполне вероятно, и в начале следующего года будет оставаться под давлением. Это, конечно же, будет способствовать некоторому укреплению американского доллара, если, конечно же, еще будет выходить весьма неплохая положительная статистика из Соединенных Штатов. Итак, к настоящему моменту индекс доллара, торгуемый к корзине шести основных валют, демонстрирует нам снижение на 0,29%. На этом у нас все. В завершении я хочу поздравить от своего лица и от имени сотрудников нашей компании Grand Capital, всех трейдеров, всех инвесторов, с наступающим Рождеством, Новым Годом, всего вам самого лучшего, веселого вам праздника, а самое главное, успехов и удачи на просторах, на мировых просторах финансового рынка. С вами был старший трейдер и аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. До свидания и до новых встреч.